Всем привет! У нас раннее воскресное утро и я решила сделать с вами вместе масочку. Давно уже не было у нас таких включений. Сегодня я буду делать вот такую вот масочку Fresh Land. Покупала я ее в магните, по-моему, в гипермагните, что-то там по очень бюджетной цене. Это у нас омолаживающая маска, делается 2-3 раза в неделю, в общем, курсом. Ну, естественно, я ее не буду делать курсом. В общем, она идет с гиалуроновой кислотой и производится в Тульской области. В общем, это не корейская маска, а именно тульская. Я такая вся заспана еще, не обращайте внимания. В общем, вот такая вот бюджетная масочка. Сейчас мы ее с вами вместе посмотрим. Так, вот такой вот, в принципе, вполне годная лекала. Аромат у нее свеженький какой-то, огуречный. Пропитана очень хорошо. И вот здесь вот какая-то вот непонятная борода. Тогда она вот так вот делается. Да, вот так вот. И здесь разрезы по бокам идут. Для удобства, видимо. Даже вот здесь разрезы чем-то. Ой, что бы, а на случай... Вот, видите, как она разрезана интересна. Я вообще посмотрела, у меня осталось очень мало масок. В общем, если получится, хочу съездить в Литуаль. Там, говорят, какие-то... Киперпонедельник пришла мне акция на телефон, что там какие-то огромные скидки. И прикупить себе каких-нибудь тканевых масок. Потому что у меня осталась одна от Фаберлик. И одна еще вот такая же тоже, другого цвета. Я покупала. И все. Две маски осталось. А я, хотя называла себя не особым любителем таких масочек, но я настолько привыкла делать по выходным такие маски, что мне они нужны. Я теперь уже без них не могу. Я, в общем, сейчас лягу, одену наушники, послушаю что-нибудь. Или посмотрю. Да. И будут у меня еще лишние минут 20-30 поваляться в постели. Вот. Так что пошла я валяться. Так, прошло уже больше, чем полчаса. Наверное, уже минут 40 прошло. И она у меня уже практически вся высохла. Мне больше всего нравится, что она не оставляет липкости. То есть, не обязательно сейчас бежать умываться. Ну, действительно, неплохо, в принципе, увлажняет, напитывает кожу. Ну, насчет, конечно, омоложения и замедления процесса старения, я ничего не могу сказать. Ну, в принципе, неплохая масочка. Если что, будет хорошая цена, надо будет еще взять. Так, я вам покажу сейчас свой завтрак, который у меня будет. Это у меня овсяно-блинчик. Я довольно часто сейчас их делаю по утрам, но обычно я делаю на ночь. Так, он у меня уже готов. Сейчас я порежу сюда бананчик. Сироп у меня есть, агавы. И, в общем, таким образом будем завтракать. Кофе с молоком у меня без сахара. Здесь у меня чуть-чуть севи. Также у меня хлебец с авокадо и с моими любимыми грибами и легким сыром. Такой вот у меня будет сегодня завтрак. Так, продолжаю снимать свой влог. Сегодня у нас воскресенье. Уже практически месяц января прошел. Какая-то у меня фигня тут скачила. Так, я собираюсь на улицу. По магазинам мне нужно. И вообще сегодня погода чудесная. Солнышко светит. И такой легкий морозец. Поэтому решила прогуляться. Муж у меня, как обычно, на работе. Опять все выходные работают. Поэтому опять одна. Вот, расскажу кратенько свои небольшие новости, которые у меня есть. Сейчас, кстати, тестирую вот такой вот новый тональник от ТФ Косметик. Очень бюджетный. Покупали мы его для дочки. Но, как обычно, он у нее окисляется на лице. Становится рыжим. Придется мне его использовать. Хотя, в принципе, он неплохой. Хорошо перекрывает всякие мои пигментные пятна. Довольно неплохо оказалось. Так, что я хотела рассказать. Ну, я расскажу вам о том, как продвигаются мои результаты питания. Правильного. И, собственно, похудения. Я сейчас смотрела свои прошлогодние влоги. Прошлый, позапрошлый год. Когда у меня там такой вес был изначально. Который я сейчас еще пока не могу никак добиться. Ой. В общем, когда я взвесилась в спортзале, я была, конечно, в шоке. И, слава богу, с того веса у меня сейчас минус 2 килограмма. Ну, это, конечно, совсем-совсем ничего. Это только начало. Хорошо я себя замотивировала, настроила. Поэтому меня даже не тянет в этот раз ни на какие вредности. Вкусняшки. И я сейчас стараюсь прям заготавливать с выходных еду себе на неделю. Ну, на себе и дочке. Потому что дочка у меня тоже старается сейчас питаться правильно, чтобы немножко привести фигуру к лету в порядок. Ну, у нее это все проходит, конечно, намного проще и быстрее. У меня, кстати, тоже раньше, в прошлые годы, когда я начинала питаться правильно, у меня как-то быстрее вес шел. В этот раз у меня первую неделю практически вообще сдвигов не было. Там что-то минус 200 грамм всего. Я уже расстроилась, уже руки немножко начали опускаться. Но потом, слава богу, все сдвинулось с мертвой точки. И как-то более-менее, хоть за эти две недели, у меня минус 2 килограмма. Вот. Я очень надеюсь, что у меня запол не пропадет, как обычно это бывает у меня. Обычно после Нового года все очень сильно обостряется, желание постройнеть. И потом это все ближе к 8 марта постепенно затухает и все. И как бы я не прихожу опять в форму, у меня все возвращается. Я очень-очень надеюсь, что в этом году так не будет. Каждый день у меня проходит в мотивационных видео. Смотрю девочек разных, которые худеют. Смотрю разные дневники питания правильного. Много разных на ютубе таких существует. Я вообще сейчас практически только и таких девочек и смотрю. Поэтому они меня очень сильно мотивируют. И к тому же еще у нас на работе появилось... На работе у нас проводятся сейчас занятия. К нам приходит тренер 2 раза в неделю. И мы с ним занимаемся. Кстати, этот тренер меня знает, потому что я к ней когда-то ходила... Ну, недалеко от нашего дома был спортклуб. Сейчас он закрылся. И она сейчас в свободном плавании. Поэтому ходит, видимо, куда пригласят, туда и ходит, подрабатывает. Вот. Это очень удобно. С 5 до 6. Вторник и четверг. У нас, правда, всего 2 раза эти занятия были. Вот они только начались на прошлой неделе. Но ходит нас прям так стабильно человек 11-12. Она сказала, что не меньше 10, чтобы было. Тогда она будет приходить к нам. Вот. И мне очень нравится. Это все, конечно, для меня довольно легкие такие занятия. Это как бы смесь пилатеса с какими-то элементами, может быть, шейпинга. Там нет резких каких-то толчков, прыжков. Потому что там у всех разный уровень подготовки. И там ходит одна девочка, с которой мы ходили раньше тоже. Она прям отлично все это выполняет. Ну, а я ходила время от времени. Но этот тренер меня до сих пор помнит. Даже назвала меня по имени. И сказал, что по сравнению с другими ты выполняешь хорошо. Меня это тоже очень порадовало. И у меня даже на следующий день практически ничего не болело. Хотя такие были у нее довольно эффективные упражнения. На все группы мышц. Там были и на пресс. Ну, в общем, все, что мне нужно. Поэтому меня это очень радует, что это проходит на работе. И к тому же это дешевле. Так, мы платили по 170 рублей, я помню, за занятие. Потому что, видимо, аренда включалась. А так как здесь за аренду мы не платим. Потому что это проводится у нас в спортзале на работе. Поэтому получается дешевле. И 100 рублей всего. По 100 рублей. Поэтому, конечно, это меня вообще прям очень-очень радует. Вот, я сейчас снимаю какие-то кусочки, чем я питаюсь. Я думаю, что, может быть, не всем это будет интересно. Но, может быть, все-таки кому-то это и понравится. И пришли ко мне витаминки для волос. Сейчас покажу, кстати, какие. И фирма довольно известная по инстаграмм. Просто сейчас покажу коротенько. Потом уже, когда пробью, тогда я уже подробно расскажу. Вот так они называются. Вув Хейр. Витамины для волос. И это такие жевательные, очень вкусные звездочки. Здесь большой комплекс витаминов. Здесь прям довольно много всяких витаминов. Действительно, содержится в двух постилках. И здесь еще идет сером для волос. Двух видов. Один для кожи головы. И другой для самих волос. Сером я еще пока не начинала принимать. В смысле использовать. А витаминки уже начала. Так, а на ужин сегодня у меня будут вот такие запеченные овощи. Это отдельная из ручков фасоль я покупала. И цветная капуста. И здесь морковка. Вот с такой вот брюссельской капустой. И все это я залью вот такой заливкой. Здесь у нас сметана, легкий сыр. И так, так, так. Что еще? А, и яйца. Вот слегка посолила, поперчила. И сейчас мы все это будем заливать. Ну и ставим это все в духовку. Духовка у меня уже горячая. Ну где-то на минут 40. По температуре 150 градусов. И вот какая красота у меня получилась. Я уже попробовала, это очень вкусно. И сварила свеклу. Сейчас я ее почище. Что-то в последнее время так свеклу люблю. Просто порежу кусочками и это будет. Так, а может эпохальное событие. Я собираюсь первый раз в жизни покрасить брови. Мне тут прислали вот такую вот краску. Сиси Броу, Сиси Броу, Лукас. Довольно известная марка, кстати. Они написали не только краску, но тут еще некоторые продукты. Я сейчас все активно тестирую. Потом, конечно, расскажу вам в отдельном видео. Вот. В общем, тут есть инструкция для применения. Сама краска вот такая вот. И вот такая вот лопаточка. Я так понимаю, ею нужно наносить. Ну вот мы сейчас потихонечку начнем разводить. Наверное, вот здесь даже видно, типа девушек, какой цвет нужен. Все расписано подробно. И буду первый раз в жизни пробовать, наверное, сила краску. Это консистенция сметаны, как тут написано. Сейчас попробую, наверное, прорисовать сначала форму карандашом, какую хочу. А потом уже буду краской. Так, все, я нанесла. Не знаю, что это получится. Надеюсь, я не буду Брежневым. Первый раз в жизни экспериментируем вместе с вами. Мне завтра ответственное мероприятие на работе. Надеюсь, это не получится ужасно. Как-то так получилось. В общем, держим 15-20 минут по инструкции и смываю. И пока у меня сохнут брови, я вам хотела показать и рассказать о своем уходе, которым я пользуюсь сейчас на данный момент. В основном это у меня кислотный уход и уход от Клеона. Я их чередую. Сейчас у меня, конечно, в использовании чаще всего я использую этот вот дневной крем Белый Рис. И вот эту вот ночную серию Антиэйдж. Очень мне нравится этот уход. Он натуральный. Из этой же серии у меня средство двухфаска. Обалденное тоже. И вот такой вот тоник. Я их использую в комплексе всегда. Также я достала вот этот вот тоник от Коры. Я его обычно использую с утра. И добиваю вот это молочко от Кадали. Снимаю макияж шмицеляркой от Onmy. Сейчас она у меня в уходе. И вот этот вот тоник от Елизавета я использую череду с этим тоником. Они у меня попеременно. На второй полочке здесь то, что я тоже использую, но уже менее чаще. В общем, у меня здесь в порядке убывания. Это чаще всего использую. Это пореже. Здесь у меня вот это тоже средство одного цвета я уже добиваю. И вот этот чистолини. Я особо вижу от него эффект. Но он у меня лежит, поэтому хочу его добить. Вот эту вот сыворотку ночную от Елизавета добиваю от Ями. Дневной крем тоже иногда использую так. Ну, не сильно часто, честно скажем. И вот этот вот крем с морской соли от Елизавета тоже использую его не так часто, но в основном на ночь. Здесь у меня кислотный уход. Это вот этот пилинг от Белиты и вот этот вот дермоеночный пилинг. Тоже его использую, ну, где-то 2-3 раза в неделю. Это от Пурита средства тоже. Использую их попеременно вместе после этого. Иногда использую на ночь вот этот уход. Это у меня тонер и сыворотка. Очень нравится вот эта водичка кокосовая. Я использую с утра ее после умывания. Ну, вот этот тоник добиваю тоже от Дебора. Ну, обычный такой тоник. И здесь у меня то, что я использую реже всего. Это тоже кислотный уход уже от Соби Ми. Корейский сывороткой тонер. Тоже мне нравится он сейчас, но использую его не так часто. Как и вот этот пилинг от Мику. Ночной, но мне нужно его добить в этом году, потому что у него срок годности расходуется уже. Мне вот здесь, наверное, чуть меньше пол баночки. Ну, и вот этот вот от Новосвета. Дневной тоже иногда использую, но очень редко. Вот. Тут у меня в основном идет декоративка, но и немножко ухода. Тоже пользуюсь вот эту вот дневную сыворотку. У меня я обычно под свой дневной уход. Иногда ее использую от Дидали. Крем для век. Вот этот сейчас на ночь использую. Это маска филлер. Ну, я использую как обычный крем для век. Так же вот это добила практически сыворотку ночную от Фаберлик. Она у меня сейчас в пустых баночках окажется. И вместо нее я буду использовать вот эту вот сыворотку облепиха. Опять же, от Клеона. И так же у меня отбеливающие всякие средства. Есть это вот отбеливание. Я его наношу иногда на ночь. А вот это вот от Кафе Красоты. Я использую крем дневной для ухода вокруг глаз. Хотя он является ночным, но для меня он дневной, потому что слабоват. И вот здесь у меня еще кое-что стоит. Ну, здесь, в принципе, это вот пандочка. Вот этот крем отбеливающий тоже использую его иногда на ночь. Чаще всего это средства для волос у меня здесь стоят. В основном всякие сыворотки, что я наношу на ночь. И здесь тоже, чем я пользуюсь, но тоже не так часто. Масло-праймер. Кстати, масло-праймер я использую каждый день. У меня уже здесь полбаночки нет, потому что сейчас у меня дико сушит кожа вокруг губ. И вот эти пилинг-пэды я наношу использую иногда. И здесь у меня масочки тоже использую иногда. Вот такой вот у меня сейчас на данный момент уход. Так, все, я смываю брови. Краска мне понравилась. Она, в принципе, довольно естественно смотрится. Единственное, цвет немножко, мне кажется, мне нужен был более талповый. Хотя это, в общем, серо-коричневый. Но он чуть-чуть в начале, вот тут он здесь рыжит. Но зато у меня хотя бы чуть-чуть начало брови появилось, потому что оно у меня как факт отсутствовало. Здесь, конечно, я нарисовала, но тоже все равно придется подрисовывать. Потому что форма брови у меня вот эта вообще жуткая. Я не знаю, какая-то совершенно разная. И мне очень сложно их рисовать всегда. Ну так, в принципе, довольно насильно получилось. Вот только посмотрите, какая мне посылочка пришла. Так вот, отлично все упаковано. Вообще ничего, нигде не помялось, не порвалось. Молодцы китайцы, научились упаковывать посылки. Сейчас я ее раскрою. А вот она уже открывается. И покажу, что же здесь у меня было. Это ко мне пришел китайский сертифицированный бренд. Называется Лан Бена. И что же я выбрала? Они мне предложили протестировать их косметику. Вообще, я китайскую косметику особо не тестировала. Поэтому мне стало интересно. Так. И сейчас мы посмотрим, что я заказала. Уже встречали у некоторых блогеров. Это носочки. Две пары. Здесь как раз они с лавандой идут, отшелушивающие. Как раз я весной всегда делаю эти носочки перед летним сезоном. И здесь как раз две пары, которые шелушатся. И затем как у младенца. Мне они очень нравятся, хорошо действуют. Также я взяла патчи. У Наталины это бьюти, видела у Наташи. Такие же патчи под глаза с гиалуроном. Они не такой необычной формы. Обязательно все протестируем. Две масочки вот такие вот. Одна идет с розой. Розовая маска. Осветляющая. Такая урайтинга. И вторая для дочки заказала. Это ойл контроль. То есть для жирной кожи, для проблемной. Она идет, насколько я помню, с какой-то зеленой глиной что ли. Очень хорошие упаковки. Даже не скажешь, что это китайские. Вот это средство маленькое взяла для мужа. Для того, чтобы... В общем, это масло для волос, чтобы улучшить их рост. Чтобы возродить луковицы, которые спят. В общем, чтобы было больше волос. И последнее это для бровей. Средство вот такое вот. Ну, для улучшения роста. Потому что у меня брови довольно редкие. Ну и, конечно, будем пробовать. Может, для ресниц тоже буду использовать. Буду каждый день на ночь использовать. Все, приступаю к тестированию. Потом, конечно, будет отдельно. Так, а у нас воскресный вечер. Время уже близится к семи. И мне на завтрак, на утро, нужно что-то приготовить себе. Какой-нибудь вариант с ПП-завтрака. В общем, что-нибудь. Я обычно всегда экспериментирую. Я тут вареники еще варю с картошкой. Для ребенка. Так, значит, и решила попробовать из этого приложения сделать апельсиново-морковный торт. Тут вот хорошие отзывы. Не знаю, насколько у меня получится торт. Ну, хотя бы какой-нибудь пирожок. Пирог. Я не знаю, что-нибудь. Что мне для этого понадобится? Это апельсин, морковка, йогурт и кефир, 3 яйца. Дальше это у нас стевия. Подруби. Там, правда, овсяные, но у меня только пшеничные. И то с морковкой. Ну, как раз в тему. Мука. Там тоже цельнозерновая. У меня рисовая и кукурузная есть. Разрыхлитель для теста. Ну, и в принципе, все. Так, для начала нужно потереть на терке морковку. И даже каким-то странным образом нужно попробовать потереть на терке апельсин. И цедру, и мякоть. Не знаю еще, как я это буду делать. Но, в общем, буду сейчас так. Все, натерла я апельсин. Вернее, морковь натерла, апельсин порезала кусочками. И там вообще-то было написано, что мякоть нужно порезать кусочками. Так, добавляем сюда кефир 100 грамм. Так. 100 грамм кефира. Затем разрыхлитель. Разрыхлитель полчайной ложечки. Но я так на глаз насыплю. Так. Дальше. Корицы. Корицы. Подсластитель. Отруби и муку. Где тут у нас отруби. Не знаю даже, что это будет. Вообще не представляю. Дальше стевия. Стевия тоже насыплю на глаз. Потом, если что, попробую. Ну и, собственно, муку. Сейчас мы из всего этого будем месить. Так, вот такое вот у меня получилось тесто. Конечно, отруби надо было измельчить. Я об этом-то думала, столько потом. Пришлось их как-то руками разминать. Но это совсем не то. В общем, сюда надо добавить еще 3 яйца. А 3 желтка мы добавляем отдельно. И белки вбиваем отдельно. Вот. Теперь все это до однородной массы смешиваем. Выкладываем в форму. И ставим выпекаться при температуре 180 градусов на 40. Так, вот такой вот у меня получился морковно-апельсиновый пирожок. Пахнет, кстати, очень приятно на всю квартиру. Вот апельсиновой выпечкой. И он, кстати, очень легко у меня выпрыгивает. Так, сейчас что будем делать дальше? Нужно его разрезать пополам. И будем делать пропитку. Пропитка у нас будет йогуртовая. В общем, взяла такой био-йогурт. И сок апельсиновый. Их сейчас смешаю в равной пропорции. Может быть, наверное, йогурта будет побольше. И смажу этот такой вот мини-мини такой. Ой, девочки, это очень вкусно. Я попробовала кусочек здесь у меня отварился. Конечно, если бы я отруби размельчила, было бы не так пятнисто. Но он всё равно получился очень вкусный. Я даже не ожидала, что он так хорошо пропечётся. Отлично разрезался, кстати. Я думала, будет прилипать. Опять нет. Сейчас я вот это всё сверху тоже смажу. Для начала я сейчас тарелочку положу в форму. Всё это мы смажем йогуртом с апельсиновым соком. И оставим пропитаться на ночь. Действительно, получился как фруктовый тортик. Я даже не ожидала, что это получится так вкусно и так просто. Ну вот, как выглядит этот тортик в разрезе. Вот так вот. Я уже попробовала один кусочек. Мне понравился. Такой яркий апельсиновый вкус. Морковки практически не чувствуется. Хотя здесь было морковки намного больше. И вот эти кусочки отрубей, кажется, как будто это какие-то орехи. Вообще по вкусу он такой довольно необычный. Довольно плотный. Но мне понравился вкус. Я его, правда, с сиропом поливаю, потому что он не очень сладкий. Ну, как вариант пепы завтрака, очень даже неплохой. Кстати, я сделала маникюр. Что-то захотелось каких-то ягодок. Вот такой получился ягодный маникюр. На этом, наверное, буду заканчивать свой влог. Спасибо, кто смотрел. Удачного дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok